Всем привет! Сегодня буду обрабатывать свои розочки бордотской жидкостью, бордотской смесью. Ну, уже все заранее приготовила, чтобы не занимать ваше время. Вкратце скажу, что бордотская смесь приготовляется отдельно известь, отдельно медный купорос. Разводится медный купорос в горяченькой водичке до 50 градусов, в небольшом количестве воды, а потом доводится до 5 литров. Также известь разводится в небольшом количестве воды и доводится до 5 литров воды. Потом вот в это молочко, в известь, ее нужно, конечно, процедить немножечко через марлечку. И в эту известь вводится медный купорос быстрым-быстрым помешиванием. Вот это я все уже сделала в ведерочке. Все у меня уже готово. Получается 10 литров воды в ведре. Потом это все заполняется в распылитель, в опрыскиватель, как правильно сказать, и начинается обработка наших роз. Сейчас этим и займусь. Настало время уже подготавливать розы к зиме. То есть обработка нужна, пока совсем розочки не покрылись вот этими черными пятнышками. У меня это уже появилось. Нужно делать большую вот эту профилактику и подготовку к зиме. Так что сейчас займусь этой процедурой. И розы наши будут здоровы и живы до следующей весны, чтобы ушли в зиму хорошо подготовленные. Ну вот, обработала свои розочки бордоской смесью. Все стоят такие белесенькие. Но ничего страшного. Это наоборот им все на пользу пойдет. Это делается каждый год. Я делаю в конце вот такого сезона, когда заканчивается уже второе цветение. Обрабатываю пораньше, чтобы избежать вот этой черной пятнистости. У меня уже немножко есть такие растения, которые с пятнами. И надо обработать вовремя, конечно, чтобы они в зиму ушли. Хорошенькие не болели. А весной, чтобы встретили нас красивой, хорошей листвой глянцевой. И не больной. Так что вот эта работа очень важная. Ну, еще пролила полностью сейчас весь розарий водой, как следует. Потому что дожди обещали, но дождей нет. И не знаем, когда будет. Пролила водой. Паракуточка моя распустилась, красотка. Пролила водой и буду подкармливать сейчас кальмагнезией. Обязательно это делаю каждый год. Потому что нужно, чтобы наши вот эти побеги, которые вновь образовались, и базальные, и просто вот побеги, которые молодые, они должны вызреть. Время еще у нас есть на это. Так что будем сейчас подкармливать минеральными удобрениями. Обязательно. Ну, всем спасибо за просмотр. Кому это видео, может быть, было полезным, оставайтесь с нами, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Буду рада любому общению. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok